Привет, меня зовут Гульнас, добро пожаловать на мой канал, и сегодня мы научимся моделировать вот такое платье. Кажется, на первый взгляд оно достаточно простое, но если приглядеться, в нем огромное количество конструктивных решений. Здесь и рукав реглан, состоящий из двух частей, и рельефные линии, образующие бочок и центральную деталь, и пояс, и юбка трапеция. Поэтому дел будет очень много, но не пугайтесь, все как обычно очень просто. Итак, для того, чтобы создать такое платье, нам понадобится базовая конструкция плечевого изделия, иными словами, лекала платья для вашей фигуры по вашим индивидуальным меркам. Нам понадобится полочка, передняя половинка, спинка, задняя половинка изделия, и простой одношовный вточной рукав. Эти лекала можно построить по любому учебнику по конструированию женской одежды. Я построила по своему пособию. В ней дается инструкция не только по построению лекал, но и по снятию мерок. Поэтому пособию вы сможете также построить юбки и брюки, а также научитесь моделировать их. Пособие стоит 250 рублей. Для заказа напишите мне на почту happynass.gmail.com Для начала нагрудную выточку, которая выходит из основания шеи, мы переведем в боковой срез. Для этого просто определим желаемый уровень, примерно 4-5 см по боковому срезу, и соединим эту точку с центром груди, которая совпадает с уголком с центром нагрудной выточки. Разрежем по намеченной линии и закроем нагрудную выточку в прежнем ее положении. Теперь она открывается в боковом срезе. Смоделируем для начала рукав реглан, и мы это сделаем на основе одношовного вточного рукава. Посмотрим на картинки на область горловины, на срез горловины. Рукав реглан начинается примерно на 4-5 см ниже уровня плеча. Мы можем сделать отметку по срезу горловины. И теперь эту отметку плавно приведем к нижней точке среза проймой, ну или, проще говоря, к началу бокового среза. Плавной органичной линией. Для того, чтобы у нас не было никаких уголков и надломленных линий. Разрежем лекало по этой линии. И приложим эту деталь аккуратно к окату рукава. Но к какому именно окату рукава? Сложите рукав пополам. И посмотрите, какой срез глубже. К примеру, по этой стороне срез оката рукава немного глубже. Это означает, что это передняя половинка рукава. Так вот, к передней половинке рукава нам необходимо приложить переднюю деталь, которую мы только что срезали. Также, пока рукав согнут, на его высшей точке оката рукава, если там нет отметки, сделайте отметку. Она обозначает уровень плечевого среза, уровень плеча. То есть, именно эту точку вы прикрепляете к плечевому шву, когда втачиваете рукав в пройму. Хорошо. Мы определили, что та сторона, окат которой глубже, является передней половинкой рукава. Так вот, сейчас нам необходимо будет приложить эту деталь к кончикам плечевого среза, внешней плечевой точкой, к высшей точке оката рукава. Если вы увидите здесь какие-то угловатые линии по новому окату рукава, ничего страшного, чуть позже мы их подправим. Теперь то же самое нам необходимо будет сделать и с деталью спинки. Аналогично можем отмерить тот же самый отрезок по срезу горловины и плавно привести эту линию к боковому срезу. Разрезаем деталь по линии. И теперь внешней плечевой точкой прикладываем ее к высшей точке оката рукава. Здесь у нас образуется такой треугольник, который будет выточкой. Эта выточка необходима для хорошей посадки рукава в области плеч. Округлим самые угловатые участки оката рукава для того, чтобы все было плавно и красиво. Как шить такой рукав? Вы можете скроить рукав, отложив по сантиметру на швы со всех срезов. Здесь, к примеру, застрочить этот треугольник как выточку, либо также отложить по сантиметру припуски на швы, а затем застрочить эти срезы. Здесь, в этой же области, вам необходимо будет просто плавно увести строчку на нет. То есть довести до миллиметра, для того, чтобы линия плеча была плавной и хорошо повторяла фигуру. Но если приглядеться, на картинке можно увидеть по середине рукава шов. Это означает, что вы можете разделить рукав на две части. Просто от высшей точки оката рукава опустить перпендикуляр вниз, разделить таким образом рукав на два. И теперь он будет состоять из двух частей. Отдельно передней половинки и отдельно задней половинки рукава. Вам необходимо будет в таком случае откладывать по сантиметру нашу из со всех сторон, а затем присоединить их друг к другу. Также, если приглядеться, то можно увидеть, что нижняя область рукава немного расклешена. Мы также можем сделать небольшое расклешение, но к низу эта ширина практически возвращается в прежнюю форму. То же самое со второго локтевого среза. Если вы решили кроить рукав, состоящий из двух частей, то, соответственно, каждую из частей вам также необходимо будет увеличить в нижней области рукава. Рукав реглан на этом готов. Теперь перейдем к моделированию полочки. Начнем с пояса. Мы видим, что в области талии располагается пояс. Он начинается на уровне талии и поднимается выше примерно на 5-7 сантиметров. Можем обозначить эту ширину. То же самое можно повторить и по спинке. Разделили полочку и спинку. Отделили пояс. По поясу у нас была талиевая выточка. Мы можем ее просто закрыть, соединив две детали пояса вместе. По полочке и по спинке. Далее посмотрим. По полочке в области бокового среза есть детали, которые называют бочок. Это как рельеф, но он не доходит до центра груди. Выточка на грудной выточке. Если приглядеться, можно увидеть, что она сохраняется. Итак, нарисуем линию бочка. Визуально она примерно на 5-7 сантиметров от бокового среза. Обозначили слегка округлой линией. А теперь можем разрезать ее. Отделили деталь бочка и закроем на грудную выточку. То есть соединим две детали вместе. Теперь это цельная боковая деталь. Наша полочка тоже практически готова. На грудной выточке сохраняется. А вот маленький остаток талиевой выточки мы можем срезать вот по этой рельефной линии. К примеру, если раствор выточки у нас остался в 5 миллиметров, то эти 5 миллиметров мы просто вычитаем по рельефному срезу и срезаем лишнее. По спинке талиевую выточку вы также можете перевести в боковой срез. Но можно ее и оставить, если она очень длинная. Теперь что касается юбки. Нам необходимо исключить талиевые выточки по передней и задней половинке тоже. Для этого просто от кончика талиевой выточки опустите перпендикуляр вниз. И разрежьте лекал по этой линии. Закроем талиевую выточку. И мы получим расклешенную юбку-трапецию. То же самое повторим и задней половинкой юбки. Продолжим от кончика талиевой выточки перпендикуляр вниз, то есть линия под прямым углом. И разрежем ее. Закрываем талиевую выточку и получаем расклешенную юбку-трапецию. Ее длину можно будет продолжить. Также по середине полочки у лифа и по середине передней половинки юбки мы видим швы. Это означает, что середину не нужно будет кроить сгиб. Мы делаем срезы. Также оставляем припуски на швы и стачиваем две половинки. Ну а пояс краем единой деталью в сгиб. То же самое можем повторить и в отношении задней половинки изделия. И на этом наше платье будет готово. Вот и все, наше платье готово. Когда смотришь на картину, в целом кажется, что это очень сложная конструктивная мозаика. Но самое главное, большие дела разделять на маленькие и решать их шаг за шагом. Мы разбили платье с огромным количеством конструктивных решений на несколько частей. И у нас получилось то, что мы видели на картинке. На мне сегодня было платье из коллекции нового видеокурса «Мусульманская одежда». Совсем скоро он выйдет в свет и будет доступен. В этот курс я включила все ваши пожелания. Поэтому он будет очень объемным и, я надеюсь, полезным. Ну а пока доступен мой видеокурс по женской одежде. В нем вы научитесь шить юбки, брюки, платья, рубашки. Этот курс великолепно подходит для новичков. Если вы никогда не шили и не имеете никаких навыков, то этот курс как раз для вас. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока.